Депутатский корпус 5 созыва завершает свой парламентский сезон. 50 депутатов Карельского парламента в течение 5 лет работали с 2011 года. Насколько плодотворным был этот период? Какие важные законы для нашей республики были приняты, а какие не прошли? Удалось ли нашим парламентариям, в отличие от своих предшественников, быть более конструктивным или нет? С представителями всех фракций нашего ЗАГС-собрания мы и проанализируем итоги этой работы. Это программа «Шаг навстречу». Меня зовут Анна Хамбир. Я представляю вам наших сегодняшних участников программы. Ольга Николаевна Шмаенек, вице-спикер ЗАГС-собрания Республики Карелия, фракция «Единая Россия». Доброе утро. Роман Анатольевич Сирин, депутат ЗАГС-собрания, фракция «КПРФ». Доброе утро. Тимур Анатольевич Зерняков, депутат ЗАГС-собрания, фракция «ЛДПР». Доброе утро. Алексей Васильевич Гаврилов, депутат ЗАГС-собрания, вице-спикер фракции «Справедливая Россия». Здравствуйте. Александра Михайловна Спиридонова, депутат ЗАГС-собрания, фракция «Яблоко». Доброе утро. Сегодня в нашей студии работают и эксперты, я также вам их представляю. Алексей Владимирович Исаев, депутатское объединение ЗАГС-собрания, гражданская позиция. Ирина Викторовна Кузичева, глава сумпосадского поселения. Александр Сергеевич Федичев, депутат ЗАГС-собрания, фракция «Справедливая Россия». Также нашими экспертами являются Людмила Петровна Буевич, заместитель председателя Совета Пряжинского национального района. Александр Михайлович Степанов, депутат ЗАГС-собрания, фракция «КПРФ». В обсуждении сегодняшней нашей темы принимает участие и наша аудитория, и вам, уважаемые зрители, я задаю первый вопрос для голосования. Итак, скажите, пожалуйста, кто из вас знает своего депутата, в лицо или по имени, и видел его работу в течение пяти лет в своем округе? Пожалуйста, голосуйте. Зеленая сторона знака «Да, знаю, видел», красная «Не знаю, не видел». Я думаю, что зеленое большинство подбодрит наших участников, и я задаю вам первый вопрос, на который мне бы хотелось, чтобы вы все ответили очень коротко, буквально там по полминутки, по минутке. Скажите, какие впечатления у вас от работы ЗАГС-собрания Пятого созыва? Знаете, кто-то из великих сказал, что я хотел бы быть сапожником, потому что я вижу ежедневный результат своего труда. Ну и, наверное, на пороге завершения деятельности ЗАГС каждый из нас, каждый из пятидесяти депутатов и каждая фракция может подвести итоги и сказать, что мы все равно добились определенных результатов, и есть результат труда в целом парламента, каждого депутата в отдельности и фракции. Я бы хотела сказать о том, чего не было раньше в Республике Карелия и что появилось после работы ЗАГС-собрания Пятого созыва. Первое. День Республики у нас не проводится теперь только в столице Республики. Он ушел в муниципальные районы, и 50 миллионов рублей, которые выделяются из бюджета Республики Карелия, идут не только на салюты, праздники и шествия, но и на благоустройство территорий и на решение, на самом деле, очень важных злободневных вопросов. Второе. Раньше у нас не выделялись средства на реализацию наказов избирателей, на решение вопросов местного значения. Все эти годы по 5 миллионов рублей каждый муниципальный район и городской округ получает. И вот в студии у нас есть представители муниципального сообщества, может быть, они скажут, хорошо это или плохо. Ну и третье. Не у всех субъектов Российской Федерации есть, а у нас есть эта программа поддержки местных инициатив. Это тоже наше ноу-хау, которое тоже доказало свою эффективность. Давайте передадим слово следующему. Пожалуйста, кто готов продолжить? Са Михайловна. Я хочу сказать, что в течение последних двух созывов до этого я наблюдала работу законодательного собрания, будучи главой района и главой города сверху, вот с галерки. И большинство вопросов уходило, как сказать, в лед. Вот в это законодательное собрание мне удалось самой поработать. Я очень благодарна коллегам за активную работу всех нас вместе, потому что очень много законодательных инициатив исходило от всех фракций консолидированно. Это первое. И второе, то, что не было большинства, в жарких спорах рождалась истина, которая шла на пользу наших граждан, наших избирателей. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, присоединяйтесь. Если позволите, два слова. Я в парламенте в этом созыве, я вообще был человек новым, я политику пришел первый раз, поэтому, конечно же, первый год-полтора было достаточно тяжело, нужно было освоиться, осмотреться. Но хотел согласиться с коллегой о том, что по тем вопросам, по которым даже приходилось и очень жарко спорить, вот что было приятно, что вот по тем законам, которые действительно были принципиальны и важны, удавалось, в основном удавалось договариваться. Поэтому вот за это, конечно, хотелось бы сказать огромное спасибо. Пожалуйста, следующий. Роман Труччев, давай. Роман Силин. Я первый раз в ЗАГС Собрании. Это очень интересный опыт, безусловно. Тот опыт, который не получишь в обычной жизни. Поэтому я благодарен всем избирателям, которые проголосовали за мою кандидатуру на выборах. В ЗАГС Собрании, безусловно, принимаются очень важные, нужные и разнообразные решения по всем вопросам. Поэтому для меня это неплохой опыт жизненный. Это возможность посмотреть на происходящее событие с другой стороны, с той стороны, где принимаются законы. Поэтому спасибо большое за то, что был такой опыт. Хорошо, Алексей Васильевич. Хочу обратиться к аудитории. Буквально три или четыре красных карточки было поднято. Это говорит о том, что к деятельности ЗАГС Собрания народ общается, народ видит и народ остается доволен. Потому что я смотрю, тут очень много знакомых лиц. И это приятно. Почему? Потому что в отличие от прошлого, сегодня люди интересуются политикой. То есть депутаты стали медийными, узнаваемыми. Да, они стали узнаваемыми. Некоторым это не нужно было становиться узнаваемыми. Их и так знают в нашей партии практически все узнаваемые фигуры в нашей фракции. И поэтому я надеюсь, что следующий состав парламента будет точно таким же. Спасибо вам за высказанное вами мнение. И, собственно, к итогам, о которых мы сегодня будем говорить. Ваш пятый созыв работал в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Тем, наверное, сложнее было распределять этот и без того дефицитный бюджет. Тем не менее, законы, ориентированные на социалку, принимались. Поддержка здравоохранения, распределение земель многодетным, различные льготы. Вот из последних льготы по капремонту. Вот скажите, на ваш взгляд, по вашим оценкам, какие из этих социально-направленных инициатив были самыми актуальными, востребованными, своевременными? Пожалуйста. Давайте я расскажу. Я пришел не один на передачу, я пришел с Александром Сергеевичем Федичевым. И он у нас такой настоящий борец. И последний, буквально, народный закон, который нам удалось отстоять, это, Саш, обеспечение топливом, дровами. Коллеги, я единственное хотел бы тоже свое мнение высказать о нынешнем составе ЗАГС Собрания. Ну, действительно, он разный. Ни одной партии нет у большинства, и это хорошо. Действительно, мы многие вопросы выносим на обсуждение. Если раньше это где-то решалось, вот где-то в других кабинетах, то сейчас многие вопросы как раз решаются в публичной политике, в парламенте. Это так и должно быть. Но вот для меня это ЗАГС Собрание запомнится, может быть, несколькими вещами. Это в том числе пресловутым законом о капремонте, который мы приняли, за который нам всем перед избирателями стыдно. И вот благодаря... А кому еще стыдно за этот закон? Мы голосовали против нас. Благодаря партии власти у нас этот закон прошел. Это ЗАГС Собрание запомнится тем, что у местного самоуправления отбирали полномочия. Опять вот Алексей вспомнил по дровам, да? Это не наше было решение, это было решение исполнительной власти, когда просто-напросто льготу по твердому топливу для населения в три раза нивелировали. Я хотела бы... Если позволите, да, здесь звучит, что партия власти блокировала принятие тех или иных решений, значит, только потому что партия власти так или иначе голосовала, не прошли, значит, какие-то важные законы. Давайте вспомним математику, вот тут есть директора школ, подскажут, ну, наверное, второго класса. В ЗАГС 50 депутатов. Из них 19, это фракция Единая Россия. Остается 31. Этого количества депутатов хватает для принятия любого решения каждое заседание ЗАГС. Поэтому говорить сейчас, что кто-то отобрал полномочия, кто-то, значит, не голосовал за закон о капремонте, у нас сейчас, благодаря фракции ЛДПР, открытые голосования, они публикуются, можно смотреть трансляцию. Если, уважаемые студии, вообще телезрителям интересно, можно посмотреть, что и за один, и за другой, и за все другие законы. Кто голосовал, как голосовал, почему голосовал, и почему сейчас говорит совершенно о другом. По поводу социальных льгот. Действительно, несмотря на то, что бюджет дефицитный в республике Карелия, все это знают, он достаточно сложный, все социальные обязательства на протяжении всех пяти лет, все социальные льготы были сохранены. Это действительно очень непросто. У нас львиная, ну не львиная доля бюджета, а достаточно большая сумма уходит именно на социалку. И это как раз те законы, которые были приняты в том числе нашим созывам или теми созывами, которые были до нас, и четвертым, и третьим. Поскольку финансирование законов, которые были приняты и до нас, они обязаны к финансированию. Поэтому то, что нам удалось это сохранить, а есть регионы, которые сокращали социальные льготы, и ветеранские, и питание школьное, и проезд в транспорте, нам все, что у нас было, это все было не сокращено. Я считаю, что в этом плане мы все молодцы, мы на этом сделали упор в своей работе. Я хочу сказать спасибо за урок математики, Ольга Николаевна, но вот надо просто считать. Вот мы посчитали, что закон о сахарном диабете, который Карелия является единственным регионом в Российской Федерации, где есть такой закон. Разработчик Михаил Николаевич Уханов. Да, в прошлом депутаты Единой России, в месяц Галина Анатольевна Разбивной, они разрабатывали этот закон в России. Мы первые в Карелии были действительно. Да, только наш состав, парламент его и принял. Значит, закон, что... Нет, он был принят раньше, Алексей Васильевич. Давайте мы выслушаем представителя фразы, это ЛДПР. Пожалуйста, Шмур Анатольевич. Очень редко смотрю ток-шоу, и всегда очень режет слух, когда кто-то говорит, кто-то кого-то перебивает. Хочется все время сказать, коллеги, дайте высказаться друг к другу. Во-первых, спасибо огромное, что оценили тот огромный вклад, который нам удалось сделать, сделав наш парламент открытым. И, если мои коллеги помнят, очень долго нам не удавалось провести это голосование. Ну вот мы просто вот стали, не готовы были сделать так, чтобы любой человек мог посмотреть... Но теперь не только заседание парламента, но и заседание комитетов тоже доступно для просмотра. Конечно, конечно. Это, безусловно, заслуга наша изначально. Но спасибо всем тем, кто поддержал, потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, 26 голосами. Вот прямо вот голос в голос. Да, поддержали, потому что это было, безусловно, открытое голосование. Это показывает, как депутаты голосуют, и избиратели могут понять, насколько они доверили правильно свой выбор этому человеку. Вот что касается фракции нашей ЛДПР, то мы всегда поддерживали социальные законы. Если закон деятельный, понятный, нужный и необходимый, то, конечно же, старались поддерживать. Поэтому здесь двумя руками за. А что касается бюджета, то он уже не первый год носит социальную направленность. К сожалению, те 3 миллиарда выпадающие, которые убежали вместе с Костомуши. Кстати, вот это та ситуация, за которую, конечно, ну, не знаю, действительно, должно быть не нам, наверное, потому что мы в итоге не принимали этот закон и не могли на него повлиять. Но мне бы хотелось, чтобы те депутаты, которые будут работать в следующем созыве, все-таки посмотрели и как-то федеральную власть смогли продавить для того, чтобы те предприятия, которые находятся на территории республики, платили налоги в республику, а не консервированную группу. У нас давно просит слово Алексей Владимирович Саев, депутатское объединение, гражданская позиция. Пожалуйста. Я не являюсь членом партии, какой бы то ни было. У нас беспартийное депутатское объединение. У меня тоже есть претензии, могу тоже вспомнить их много. Значит, я их потом вскользь вспомню, без названия, значит, виновников всего этого всего. Депутатское сообщество, оно ведь не только принимает законы, но я хочу вспомнить вот 2012 год, когда ряд предприятий находились просто в крахе в таком. Значит, вы прекрасно помните, как жестко стоял вопрос о закрытии ликероводочного завода «Петровский». Значит, предприятие, где работают 200 человек, предприятие, которое брендом «Карелия» является, более 100 лет этому предприятию, и оно стояло на грани закрытия этого всего. Кроме того, что имиджевая потеря, так это еще и экономика. От производства спирта, не от продажи, от производства спирта ликероводочных изделий мы должны были получать порядка миллиарда акцизов на бюджет. Я скажу вам, значит, три фракции полностью поддержали решение, которое вынесло, между прочим, правительство для наполнения бюджета. Это коммунисты, это яблоко, часть единой России. И некоторые фракции не поддержали, мотивируя тем, что мы спаиваем народ. Нет, мы бюджет наполняем. Это совершенно разные вещи и разные понятия. Опять же, вспоминая 2012 год, когда у нас закон о земле, у нас же было каким образом, все имели право льготного выкупа земли, но в июле или в августе 2012 года это право закончилось. Опять же, кто внес в ЗАГС собрание этот проект? Депутатское объединение гражданской оппозиции при помощи единой России, при помощи, ну тут нужно дать должное. Сергей Сергеевич, конечно, да, конечно. Я бы добавил к этому поводу, по поддержке предприятий. Мы всегда тоже поддерживали предприятия, которые нуждаются в поддержке. Так как время кризиса, то предприятия, которые загибаются, которые увольняют работников, их становится все больше, к сожалению. Поэтому мы делали обращение по ликероводочному заводу, по заводу ОАУ «Конда» пока, которому грозило банкротство, обращались в правительство. Также мы выступаем за бесплатное образование. Тут опять же нас многие поддерживают. Все-таки возвращаясь к теме социально направленных законов, несколько уже, наверное, недель или месяцев обсуждается тема, ходят слухи об отмене льгот для ветеранов труда. Вот скажите все-таки законодатели, есть такой законопроект, внесен ли он в ЗАГС собрание или нет? Нет, сегодня он не внесен. Не внесен. Но попытки такие, Александр Михайлович, попытки были. Попытки были не в законодательное собрание, а просто разослали эти образцы, вот эти как бы... То есть сейчас такого закона нет, законопроекта такого нету. Тогда вот сейчас была на днях новость сообщена о том, что профсоюзы и коммунисты собрали подписи, Роман Анатольевич, за отмену, за то, чтобы эти законопроекты не прошли. Тогда за что собирали подписи? Не за отмену законопроекта, а за то, чтобы эти законопроекты даже не выдвигались дальше, потому что они уже поступили... Почему было решено, что принято такое решение, что будут выдвинуты эти законы? Вы знаете, поступали сигналы от людей о том, что не видели эти законопроекты в подготовке. Поэтому к нам пришли эти обращения, профсоюзы также видели эти обращения, которые поступали от граждан. Ведь никто не собирается этот законопроект принимать. Об этом говорили и в исполнительной власти, и в ваших коллегиях в ЗАГС собрания. Но всему вот это пресловутое, дурацкое, извините за непарламентское слово, оптимизация. Оптимизация у нас везде идет. В медицине... Но ведь люди-то собирают уже подпись за то, что вот как будто бы сейчас уже что-то принимают. Не защищаю коммунистов. Считаю, надо задать вопрос Ульянову или Косинкову, если Роман Анатольевич в этом не принимал участие, чтобы они ответили. Дело не в том, что принимал, не принимал. Спасибо. Алиса Михайлович, вам слово. Сейчас действительно законопроект этот не внесен об отмене ветеранских или урезании ветеранских, потому что нынешний состав парламента его не примет. Другое дело, знаете, интересный момент. Когда в прошлом году уже вносились законопроекты о том, чтобы немножко что-то срезать, шума почти не было, законодательное собрание все-таки не приняло этот закон. То же самое, знаете, я хочу сказать по упущенным возможностям. Это, конечно, социальная тема капремонт. Потому что сначала под давлением большинство приняло закон о капремонте, и потом три года в него вносятся всякие изменения. То есть вот это все-таки большой грех нынешнего большинства законодательного собрания, что так спешно приняли закон о капремонте. Хотя сейчас, кстати, есть возможность немножко реабилитироваться. То есть у нас даже сейчас будет последнее заседание ЗС, и там очень важные поправки в закон о капремонте. Хоть в чем-то этот закон улучшающий. У меня вопрос вот к вам, Ирина Викторовна, и к вам, Людмила Петровна. Какими инструментами наше ЗАГС собрание снабдило вас, чтобы вы решали в районах все те проблемы, которые у нас есть с инфраструктурой, строительство дорог, наполнение дорожных фондов? Помогает ли вам программа поддержки местных инициатив, которая три года уже работает? Как вы себя чувствуете? Насколько вы чувствуете поддержку ЗАГС собрания? Пожалуйста, Ирина Викторовна, с вас начнем. Вопрос, который вот как бы там полномочия отобрали или присоединили. Ну, во-первых, как мы вот сейчас сказали про закон по капремонту, что он постоянно три года и вносится изменения. Также наш родной и любимый закон 131-й местного управления Российской Федерации, который ежемесячно, ежеквартально, каждое полугодие вносится какие-то изменения. Сложно, но закон нужно исполнять. А про дорожные фонды? Дорожные фонды, да. Когда мы приняли решение, что создаются муниципальные дорожные фонды, и средства идут именно в поселение. Тоже же было очень много дискуссий, говорили, что... Вообще, могу сказать, за свое поселение. Если есть у меня на балансе 8 мостов, то мы 6 уже капитально отремонтируем. То есть, за счет этих средств, да? Благодаря дорожному фонду. У нас на территории нашего Пряжинского национального муниципального района работают два депутата. Это Валерий Петрович Кололушкин и Ольга Николаевна Шмайенник. Она присутствует у нас на всех сессиях Совета района и нам докладывает все, что происходит в законодательном собрании. Какие инициативы, какие программы принимаются. Уже третий год работает программа у нас по местным инициативам. Мы считаем, что это уникальная программа, потому что из семи поселений, пять поселений в нашем районе принимают активно участие в этих программах. Что у вас уже сделано? Сделано у нас очень много. Мы отремонтировали дом культуры в Челне. Мы отремонтировали, построили детскую площадку, например, в Крошнзера. Построили пирсы. Если вы приедете к нам в пряжу, вы увидите в центре пряжи у нас уникальный ледовый каток. Приглашение в пряжу прозвучало. Елена Петровна, спасибо большое. Я не могу не вспомнить еще один закон, которым, я думаю, что 5-й сазы запомнится. Вы приняли решение в отношении самих себя, сократив количество депутатского корпуса с 50 до 36 человек. Вы выступили за то, чтобы сократить расходы на содержание парламента, начиная от зарплат депутатам до их расходов на транспорт, поездки, проживание и так далее. Вот сейчас, когда уже решение немножко отлежалось, скажем так, есть какое-то сомнение, что мы слишком жестко поступили с собой? Или наоборот, можно было бы еще где-то гаечки, что называется, подкрутить? Давайте я попробую ответить по поводу экономии бюджетных средств. Значит, на мой взгляд, это авторы законопроекта, иначе как популизмом не назвать. Почему? Потому что на сегодняшний день в ЗАГС Собрании на платной основе работает, по-моему, 32 или там 30 депутатов на платной основе, 20 работают бесплатно. Это первый момент. Второй момент. Когда мы выбираем вместо 50 депутатов 36, где гарантия, что все 36 депутатов не будут работать на платной основе? И тогда доходы, которые, говорят, с принятием этого закона уменьшиться должны были, они не уменьшаются, а увеличиваются. Вы сейчас сами себя в популизме обвиняете? Нет, я хочу вам сказать, Анна, что популизм это не наш метод, это другие партии. Это первый. А второй момент. То есть вы не поддерживали этот закон? Мы не поддерживали этот закон. Почему? Вы хотели, чтобы 50 человек осталось? Я хотел, чтобы назывались разные цифры. 40. По федеральному закону, по-моему, мы можем вообще 75 депутатов, регион может выбирать 75 депутатов. Больше депутатов это, в принципе, неплохо. Раньше в Петросовете было до 300 депутатов. Это был не Петросовет, а городской совет. Там были два рынка. И в этом ничего плохого нет. Не обязательно, чтобы все депутаты работали на платной основе. Уже было сказано. Многие работают на общественных началах. Это можно также и продолжать. Еще в прошлом созыве мы поднимали данный вопрос о сокращении численности. И она действительно влечет за собой экономию бюджетных средств. И связанных с аппаратом. Вот в ближайшее время будут внесены изменения в структуру аппарата. И, может быть, будет принято решение о все-таки, хоть Алексей здесь оперирует таким термином, как популизм, мне кажется, популизмом является не голосовать за решения, которые связаны с сокращением, с реальным сокращением затрат на депутатов. Мне кажется, что совершенно ненормально, что у нас в законодательном собрании имеют возможность депутаты снимать квартиру максимум за 45 тысяч рублей. Вот кто из здесь руководителей учреждений, школ, больниц, молодых специалистов, может сказать, что молодой специалист может позволить себе эти цифры. Надо экономить, в том числе и на себе. А вот Александра Михайловна просит слова. Я единственное хочу сказать, что депутат, хоть с какими-то тысячами населения, он должен быть доступен своему избирателю. Время покажет, правильно поступили или нет. Но вот насчет содержания я говорила и говорю. В законодательном собрании до этого созыва было служебное жилье и не было необходимости снимать депутатам жилье. Куда оно делось? Кто ответит за это? Никто не отвечает мне в течение уже 4,5 лет. Вот поэтому нынешние депутаты, часть депутатов и вынуждены снимать жилье. Что касается 36 человек, мне кажется, что если конкурс на место будет немножечко выше, вот как в хороший вуз, мне кажется, от этого и пройдут достойнейшие. Мы разрешаем наши разговоры, я снова обращаюсь к нашу аудиторию. Как вы считаете, удалось ли вашим депутатам выполнить наказы избирателей в свои собственные обещания? Пожалуйста, голосуем. Зеленый да, красный нет. Подумайте. Вот таким вот образом почти 50 на 50, ну не совсем 50 на 50 проголосовали, больше красное, большинство превалирует. Я думаю, что тем, кто после сентября сядет в депутатские кресла, есть о чем подумать. Я благодарю вас за работу в нашей программе «Шаг навстречу», а нашу аудиторию благодарю за внимание. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.